Комиссия по делам несовершеннолетних были рассмотрены дела об административных правонарушениях. В 2022 году были рассмотрены 182 административных дела по правонарушению на аналогичный период прошлого года 233. Также рассмотрена в отношении несовершеннолетних 56 за прошлый год 55. Рассмотрена в интересах несовершеннолетних в отношении родителей и законных представителей 125 в 2022 году, 2021-188. Прекращено было дело производства по делам 8 за прошлый год 21-4. Прекращено в интересах несовершеннолетних в отношении родителей и законных представителей 4, в 2021 году также цикл состоялось 4. Также было прекращено в отношении несовершеннолетних 4 за аналогичный период прошлого года 0. Были наложены штрафы в отношении несовершеннолетних в сумме 33 600 рублей, в отношении законных представителей родителей 30 200. За аналогичный период прошлого года, то есть стоимость 63 800 составила стоимость наложенных штрафов за аналогичный период прошлого года, позапрошлого года, 116 430 рублей. Сумма также количества обжалованных постановлений с результатами их рассмотрения составила 0 процентов. То есть не было обжалованных постановлений. Количество материалов, отправленных на доработку, было два материала. Самый обычный период, позапрошлого года, тоже два материала. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних в защите прав администрации города Назарова состоит 20 семей, признанных как находящихся в социально опасном положении. В них проживает 31 ребенок. 24 несовершеннолетних признанных как находящихся в социально опасном положении за совершение административных правонарушений. Динамика работы с детьми за 3 года. Количество семей, находящихся в социально опасном положении. На конец учетного периода 2022 года составило количество семей 20, я уже сказала. В 2021 году 37 семей. Количество семей, с которых был снят статус социально опасный, в связи с положительной динамикой, то есть по причине исправления. В 2022 году 26 семей, был снят статус социально опасный, в 2021-2013. Количество родителей, лишенных родительских прав, в 2022 году 17, в 2021-2039. Количество родителей, ограниченных родительских правах, в 2021 году 3 человека, в 2021 году 2 родителя. Из них восстановлено в родительских правах, в 2022 году не было восстановлено, в 2021 году. Профилактическая работа с семьями направлена на нормализацию детско-юношек, детско-родительских отношений, профилактику здорового образа жизни и стабилизации ситуации в семьях целых. Я хочу отметить, что работа комиссии по делам несовершеннолетних, исходя из анализов, оценена как эффективная работа. Я так уже не первый раз задаю этот вопрос и высказываю свое мнение, что нужно выделить те моменты, которые являются положительными. То есть, мы сейчас говорили о многих цифрах, которые имеют динамику снижения. Что такое изменилось в работе комиссии, что так понизились эти цифры. Нужно выделить это, понять за счет чего достигнуты такие результаты и в пору тиражировать этот опыт такой просто замечательной работы субъектов профилактики. И еще один момент, это связанный с, я так понимаю, административное правонарушение, штрафы, все это с курением в школах, с курением электронных в том числе и сигарет. Что по этому поводу? В комиссии были ли такие факты, были ли наказаны, что таким образом? В комиссию в данный случай не поступали, то есть не обращались к комиссию? Не обращались, то есть у нас нету этой проблемы. Он дал-то, был даже, может понимается, о чем он решает эти проблемы. Ну, комиссии как субъекту профилактики стоит, наверное, обратить на этот момент, может быть, и вопросы тут обсудить на одном из заседаний и посмотреть, выйти комиссии, может быть, рейд сделать или еще какие-то выбрать формы взаимодействия с образовательными учреждениями. Вызовов гораздо больше до комиссии, дальше нет, до меня идет все. То есть один из вызовов, вы уже тоже все знаете, это появляющийся человек, так называемый, уже в детской, подростковой среде агрессивного характера. И мы тоже через социальные средства, на самом деле, пытались зайти и борются сотрудники школ. И буквально вчера была вовная, как я понимаю, комиссия, мы к ней готовились, этих делаются заместители, врачи-психиатры. Это и проблемы с суицидальными ненаверениями наших несовершеннолетних, которые растут по крайней, и обголоски доходят до нас. Ну и там задача общая, она сложная, проблемная. Вот такой вопрос есть, все-таки с центрами, которые бывшие наркоманы подкрывали. Они-то переполнены? Мы уже говорили, полный совершеннолетний, комиссия подливали не совершеннолетний. Я думаю, цифры хорошие, цифры хорошие. Ну, на самом деле, это в девятом падре. Надо как-то, ну, выйдем делать их наверх. Побольше через побольше. Сейчас мы сейчас больше и расширяем. Ну, это по денегам, конечно, конечно, вопросов они не относится к несовершеннолетним. Но общий продукт социальный бизнес относится. Это важный проект, который нам начинает. Поэтому мы сейчас и расширяем у нас очень много проектов, которые мы финансировали, ждем. Будет расширяется система спорта. Буквально на днях у нас приезжали инвесторы из Москвы. Все секреты как бы раскрывать не буду. Но мы ждем развития новых полных видов спорта. Более не взорвало абсолютно новых, которых еще не заявлено в других городах. То есть активного отвлечения, привлечения туда инвесторов и новых видов спорта. Потому что это альтернатива, одна из альтернатив занятости не только молодого населения, но в том числе и взрослого. В том числе, у нас сейчас ведется активная работа, подписывается соглашение договора о корпоративном спорте. То есть развитие корпоративного спорта. Вопросы у нас на повестке актуальны, уже в этом году не актуальны. У нас есть шаги определенные, чтобы и на уровне предприятия, и эти программы тоже реализованы. Просто родители таких детей больше всего боятся попасть как раз в эту статистику. И они всевозможно будут пытаться их лечить нетрадиционными всякими способами. Они больше всего боятся в статистику попасть. Потому что дальше все приклеивается, никуда не попасть. На хорошую работу не попасть, в хорошие войска не попасть. Все. Тщательно скрывает это все. Ну, здесь, наверное, совместный вопрос. Если про скрытие, да, это же постановка диагноза, в том числе и системы здравоохранения, правильно ли вы будете? То есть это же надо обращаться? Ну, вот как-то надо постукиваться до них. Чтобы... Или какой-то психолог должен быть такой, который статистику не уносит? Ну, чтобы все-таки работа делать, чтобы человек мог прийти и проконсультироваться. Как правило, родители узнают об этом и все, ну, реально вступают куда, чем, где. Система же ранней профилактики. Конечно, система ранней профилактики, психологическая помощь, модель психологического сопровождения, психологи в школах, в центре социально-обслуживного населения, грибантильной психологии. То есть всегда мы, конечно, в консультации направляем беседу и решаем этот вопрос оперативного сопровождения. В том числе и два медицинских работников учреждения детской поликлиники, взрослой поликлиники. Здесь у нас скатаны специфика, модель взаимодействия, механизм. Продолжение следует...